Новость о том, что на территории парка Гагарина появится новая картинг-трасса, сначала общественность встретила настороженно. Жители близлежащих домов в первую очередь опасались, не пострадают ли деревья. Эта тема неоднократно обсуждалась и ранее. Очередная встреча неравнодушных горожан с представителями профильного департамента Мао-парки Самары инвесторам расставила все точки над «и». Людям представили проект будущей площадки, а также рассказали о планах по благоустройству старой трассы. Первоначальный проект инвестора предполагал спил около трех десятков деревьев. Мэрия выступила категорически против ликвидации такого количества зеленых насаждений. В итоге спилили лишь два дерева, взамен завезут саженцы. В конце прошлой недели строители устранили допущенные нарушения при асфальтировании, сделали нормативные отступы от деревьев. Я по-прежнему считаю, что надо подойти к деревьям, посмотреть, потому что деревья хоть и окопали, там осталась и щебенка, и следы асфальта. Это тоже небезопасно для корней. Инвестор, который занимается строительством картинга на новом месте, заявляет, с уборкой строительного мусора справится за пару дней. Зеленые насаждения в безопасности. И обещает, что если хоть одно дерево погибнет, посадят несколько новых. Если выяснится, что какие-то деревья из-за нас погибнут, то у нас есть гарантийное письмо уже сейчас по компенсационному озеленению, что мы высадим пять деревьев. Если выяснится, что что-то происходит с деревьями не так, то мы и эти деревья заменим. Старую трассу, использование которой невозможно из-за соседства с ЛЭП, ликвидируют. Никаких аттракционов там не будет. Общественников заверили, что вместо резиновых покрышек на прежнем месте появятся многолетние растения и газоны. Были предложения и беспокойства, а будет ли она облагораживаться. Вот сегодня из руководства муниципального предприятия парки мы в процессе беседы сказали, ребята, дайте нам предложения ваши, мы готовы их обсудить. Да, ту территорию, конечно, надо как-то ее облагораживать. Одно из планов развития – сделать там просто пешеходную зону для людей. То есть мы соединим, можем соединить, планировали, вернее, соединить асфальтовыми дорожками с существующим асфальтом, и это будет простая прогулочная зона. В дальнейшем с жителями все это продолжат обсуждать. Должны быть не только соблюдены все нормативы в части благоустройства, но и учтены интересы посетителей. Место – бывший картинг-трасс для тех, кто любит отдыхать спокойно. На противоположной стороне парка – зона для любителей активного времяпрепровождения. Людмила Косарева живет неподалеку. Раньше водила в парк Гагарина внука на картинг. Здесь он постигал базовые азы вождения. Теперь женщина с нетерпением ждет открытия новой площадки. Обязательно приду сюда, и не с одним внуком, просто подруги мои, друзья. Мы на самом деле и любим место, и любим организатора прежде всего. Организация, которая вкладывает средства в инвестпроект, работает с 2002 года. Картинг-трасса в парке Гагарина – это и аттракцион, и картинг-школа. 2013 год отметился в ее истории победой в городском конкурсе социально значимых проектов. Дети из социально незащищенных семей занимались здесь бесплатно. Сейчас строительство картинг-трассы в парке Гагарина продолжается. В ближайшее время подрядчик вывезет с территории мусор. После того, как новую площадку ведут в эксплуатацию, специалисты проведут замеры уровня шума. Картинг не откроют до тех пор, пока не убедятся, что жители близлежащих домов не побеспокоят рокот гоночных машин. Предварительный расчет шумовой нагрузки показал, что мешать жителям она не будет. Анатолий Головко, Константин Головин. События.